Столичный Ярославский железнодорожный вокзал расположен на Комсомольской площади или как ее называют, площадь трех вокзалов. На сегодняшний день он принимает и отправляет поезда не только пригородного направления, но и дальнего следования. Находится он по адресу Комсомольская площадь, 5. Иногда перед туристами возникает нелегкая задача, как добираться с Ярославского до Киевского, располагается Киевский вокзал по адресу площадь Киевского вокзала, 1. Расстояние между ними составляет 9 километров. Возможные маршруты сколько на сегодняшний день предоставляется способов поехать на Киевский вокзал. Существует множество различных вариантов для преодоления данного расстояния. Как добраться с Курского вокзала до Киевского вокзала на метро, чтобы доехать до места отправки составов практически всегда туристы пользуются услугами такси. Это обходится приблизительно в 700 рублей, при этом пассажира доставят не только до желаемого места, но и помогут с багажом. Звездочка стоянки такси находится недалеко, поэтому искать не потребуется, или же можно воспользоваться вызовом такси по телефону, или через специальное мобильное приложение. Многие пользуются наземным общественным транспортом, чтобы дай жить до железной дороги, например, автобусами или троллейбусами, дорога займет больше часа. Для того, чтобы воспользоваться услугами автотранспорта, необходимо пройти до автобусной остановки, там можно видеть таблички с номерами маршрутов и их следования, например, Ярославский вокзал, Киевский вокзал. Проезд на таком виде транспорта будет стоить примерно 55 рублей. Звездочка также можно проехать, взяв на прокат велосипед. Он обойдется практически бесплатно, так как цена на аренду начинается по истечению 30 минут использования, а путь до Киевской железной дороги займет приблизительно 40 минут. Это подойдет лишь тем, кто путешествует без трудноподъемного багажа. Обратите внимание, до пункта отправки поездов, впрочем, можно дойти и пешком, это займет примерно 2 часа. Это самый экономичный вариант. Для этого достаточно воспользоваться картой города или видеомаршрутом. Но если у туриста слишком много сумок или их вес достаточно большой, то все же лучше воспользоваться каким-либо средством передвижения. Путь на метро ездить на подземной дороге одно удовольствие, ведь это самый быстрый, доступный и главное надежный способ передвижения в большом городе. Отсутствие пробок в подземке и скоростные поезда могут гарантировать пассажиру прибытие в пункт назначения в прогнозируемое время. Как добраться с Ярославского вокзала до Киевского вокзала на метро? Как добраться с Казанского до Киевского вокзала на метро от Ярославского до Киевского можно добраться благодаря подземной дороге, по кольцевой линии. Недалеко от Ярославского находится станция «Комсомольская», а возле Киевского – «Киевская». Дорога займет приблизительно 20 минут. Билет на поездку можно приобрести в кассе или в автомате по продаже проездных билетов, которые располагаются недалеко от турникетов. Стоимость проезда за одну поездку в московском метрополитене обойдется «звездочка» 55 рублей. «Звездочка» важно, входя в метро обязательно изучить указатели, потому что имеются две станции – «Комсомольская», а именно «Сокольническая» и «Кольцевой линии». Необходима станция «Кольцевой линии», разобраться помогут схемы московского метрополитена. Не стоит временить с поиском нужного транспортного средства и его маршрутом. Итак, чтобы добраться до Киевского вокзала путешественник может использовать метро, наземный общественный транспорт или взять на прокат велосипед. Данные маршруты не заставляют простаивать драгоценное время в пробках и экономят средства туриста. С вокзала начинается знакомство с городом и его обывателями. Звездочка цены актуальны на октябрь 2018 года.